Добрый день, меня зовут Николай Стрельников и сегодняшняя наша рубрика это рецепты тыквенной латы. Наступает осень и пора теплых согревающих пряных коктейлей. Тыквенной латы это один из таких знаковых напитков на мой взгляд и я покажу одну из вариаций того как можно его сделать. Тыква это овощ который созревает к осени сейчас и она как раз в самом соку и много можно найти спелые вкусные хорошие тыквы. Тыквенный латы его впервые разработали Starbucks они брали тыкву брали специи смешивали его с молоком и кофе и после этого коктейль начала активно распространяться его делают во всех странах и в том числе у нас в России. Самый простой способ приготовить тыквенный латы вы можете взять тыквенный сироп их производителей очень много смешать с молоком добавить один эспрессо и вы получите кофе с тыквенным вкусом мы же хотим его немного усложнить сделать интереснее сделать его более богатым по вкусу и более натуральным поэтому я буду использовать натуральную тыкву специи здесь основные это гвоздика душистый перец корица молотая мускатный орех и имбирь также мне потребуется сахар сахар я буду брать две части одну часть я буду брать белый сахар и одну часть панелла панелла это я привез из Сальвадора очень интересный вкусный продукт по сути говоря это тростник не переработанный сухая патока которая там в большом количестве продается везде в любом супермаркете можно найти у нас к сожалению его не так много вы можете его заменить на сахар мускавада либо тростниковый сахар он также даст цвет и карамельные ноты можно просто использовать белый сахар но он просто подсластит не добавив каких-то интересных тонких нюансов большой акцент делал при выборе тыквы тыкву нужно выбирать спелый как ее выбрать я не подскажу у меня это несколько попыток было и при покупке тыквы приходилось ее смотреть натуральная сладость от тыквы и и ничем не заменить первым делом я сейчас очищу тыкву нарежу ее кубиками и поставлю в духовку запекаться чистим от косточек внутреннюю часть косточки можно отдельно высушить нарезаем тыкву мелкими кубиками для того чтобы она равномернее вся пропеклась сейчас я эту тыкву уберу в духовку на 40 минут на 200 градусов для того чтобы она запеклась стала мягкой слаще и после этого уже буду ее обрабатывать дальше я затушил тыкву она получилась очень мягкой сладкой и сейчас у меня получилось 200 грамм тыквы и 250 грамм воды возьму специи данном случае гвоздику и душистый перец я заранее намолол мускатный орех и имбирь они были уже намолоты у меня я возьму по 15 грамм белого сахара и 15 грамм панелы все это я сейчас блендером смешаю и поставлю на медленный огонь чтобы потомиться выпарить воду сделать пасту соус готов сейчас я его процежу потому что могут остаться крупные частицы не перебитые вот тыквы и специи частично в итоге у нас получилось однородная очень пряная масса соус тыквенный такая заготовка конечно делается долго если вы работаете в кофейне естественно ее нужно делать заранее она все про все у меня ушло порядка полутора часов вы можете 40 минут колеровать в духовке и вам не требуется рядом с ней находиться вы можете сделать заранее большое количество тыквы не 200 грамм как я делал сделать в общей сложности там 500 грамм килограмм зависимости от того какие у вас проходимость и на несколько дней вперед она хорошо хранится хранится она в холодильнике используется по мере надобности соуса получилось 260 грамм повторю рецепт я взял 200 грамм тыквы 4 грамма я взял специи набора которые указывал и 250 грамм воды я это выпаривал отцеживал и в итоге у меня получилось 260 грамм готового соуса я возьму 40 грамм соуса приготовлю сюда сейчас один эспрессо и взобью молоко как на латте важно перемешать тыквенный соус эспрессо для того чтобы у вас равномерно все распределилась в чашке ты галат и готов очень хорошо чувствуется тыква специи кофе здесь он такой на втором плане идет но все равно кофейность присутствует сливочные сладкие в меру отлично согревающий напиток друзья вот такой вот интересный достаточно сложный рецепт который можно повторить здесь никаких сложных процедур нет просто их много напишите в комментариях как вы готовите тыквенные латы какие ингредиенты вы используете готовите ли вы сироп или покупаете уже готовый может быть пюре уже готовое имеете подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем спасибо пока я в кофейне такое заказал мне нравится баланс между специями и сладостью они уравновешивают друга и какого-то яркого вышли такого нет спасибо